Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую вас на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев и мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня, 16 ноября 2018 года, уже пятница. Поздравляю всех с окончанием трудовой недели и надеюсь, что сегодняшний день и вообще вся неделя вас порадует, потому что она была достаточно активной. Много было интересного и на евро-долларе, и на золоте, и на нефти. Чуть не забыл. Поэтому я думаю, что было на чем заработать и сегодня надо поставить итоговую точку в неделю и уйти с хорошим настроением на выходные. Тем более, что целый ряд инструментов прошел достаточно глубоко, поэтому, скажем, посмотреть на пятничную коррекцию сегодня вполне можно. Ну или на продолжение трендов, которые тоже сложились. Давайте посмотрим, что у нас сейчас на рынке. Биткоин, друзья, после глубокого прохода последние два дня пытается отбиться. Есть ли здесь возможность коррекции? Да, вполне. От сильной поддержки 5300 оттолкнулись. И вполне можем недельку закрыть повыше. То есть сразу идея первая – покупка биткоина вполне себе интересна. Так же, как покупка эфириума по той же причине. Глубокая неделя, в основном за счет среды, конечно, когда глава МВФ Лагард сказала, что, может быть, центробанки должны пойти в криптовалюты, биткоин завалился. Хотя, на мой взгляд, это знак поддержки всей крипты, оценки ее высокой значимости. И наоборот, все должно расти, потому что криптовалюты центробанков когда еще появятся? Биткоин уже есть. На мой взгляд, он расти должен. Я вообще реакцию рынка не понял здесь. Поэтому надеемся, что сегодня отобьется эфириум. И также рипл. Рипл, причем, начал отбиваться уже вчера. Посмотрите, он всегда в последнее время отбивается раньше и больше, чем остальные валюты. Обратите внимание на рипл. А может быть, время его прикупить? Далее, друзья. Американский сорт нефти. Глубоко неделя, мы знаем, вы видите, понедельник, вторник глубоко прошли вниз, даже половину не отбили. Поэтому скорректироваться, на мой взгляд, есть куда. Здесь ключевая отметка 57.25 по нефти WTI. Мы торгуем уже январский контракт, коллеги, напомню, поэтому это цифры январского контракта. Ну, естественно, все уже должны сегодня 16-го, уже все должны были перейти на него. Ну, а в целом, даже прошлую неделю мы не выкупили, потому в понедельник, сегодня, мне кажется, мы закономимся в некотором плюсе, вот, а в понедельник, наверное, вниз опять, поскольку за три дня не смогли выкупить даже одну свечу вторника, если мы ее не выкупили, естественно, сегодня к концу дня. Поэтому нефть, на мой взгляд, вверх. Индекс доллара, посмотрите, здесь тоже есть куда пройти вниз. Неделя, давайте посмотрим, какая по индексу доллара, неделя уже отрицательная. Здесь на коррекцию я бы не стал ориентироваться, я бы стал ориентироваться больше на движение к нижней границе восходящего тренда. Оно есть, коррекция, просто оно недалеко ушло от начала недели, поэтому тут ориентироваться ни вверх, ни вниз не стоит. А вот продолжить движение вниз, которое мы, кстати, ожидали на этой неделе, ну, вполне-вполне можем завершить эту работу. Поэтому, на мой взгляд, у Еврика шанс появляется, он стремительно растет, 1.1351, очень хороший рост сегодня уже, и четвертый день подряд он растет. Здесь неделя, кстати говоря, положительная, но тоже не настолько положительная, чтобы прям ее разворачивать. Но снизу подняли, подняли очень сильный уровень, 1.13, сейчас мы уже за него зашли. Поэтому, да, вполне-вполне верю, что еврик сегодня наверх, поскольку сильный уровень, давайте его уже берем, он пробит, и мы идем к сильному уровню сопротивления следующему, 1.1426. Или, как минимум, давайте вот здесь отметим, 1.1388, вот такая цель более легитимна на сегодня, вот, вполне себе может быть. Фунтик, друзья, ну, тут вообще пила последние дни, конечно, пила вот эти 10 дней, тут, конечно, очень серьезно. Но сейчас растет в моменте, нет оснований не доверять, и вполне выглядит все себе рыночно. Вниз, вверх, вниз, практически ударились вверх, вполне наверх вижу и фунтика. Доллар-иена вниз уже стартануло красиво, доллар-франк вниз, правда, намного меньше. Доллар-канадец вниз, австралиец наверх, новозеландец немного, но тоже наверх стоит, золото наверх, серебро наверх, американские фондовые индексы, фьючи вниз, Dow Jones, NASDAQ вниз и S&P 500 вниз торгуются, да. Ну, в общем, такое впечатление, что американский рынок сегодня и фонда, и доллар нацелились вниз, соответственно, у остальных инструментов появляется шанс. В том числе, на мой взгляд, у нефти. Вот такое впечатление сейчас дает нам технический анализ, что сегодня доллар глобально вниз, у всех остальных инструментов шанс наверх. Какой из них выбрать, это уже решать вам. Глобальные новости, сегодня их немного, но серьезные новости, я хочу сказать, что КНДР опять удивила. Ким Чен Ын впервые с ноября прошлого года побывал на испытаниях нового оружия. Он не уточнил какого, ну, и СМИ еврокорейские не уточнили, но говорят, что это очень серьезное оружие. Ну, это как бы был ответ на то, что задерживается встреча госсекретаря США Помпео с Ким Чен Ыном. И, видимо, они решили американцев таким образом подбодрить, не откладывать встречи. Вот, ну, это такой рискованный, рискованный шаг со стороны Ким Чен Ына. Посмотрим, как ответят американцы. Тереза Мэй, глава правительства Британии, призналась, что чувствует себя, чувствует каждой фиброй своей души, что заключенная ее правительством с Брюсселом сделка по Брекзит правильная. Она заявила, что не намерена сдаваться и собирается довести дело до конца. Хотя, вы как и знаете, над ней зависла угроза отставки. Друзья, Роснефть, она все время говорила, что мы будем увеличивать продажи нефти, значит, топлива, вернее, на Санкт-Петербургской сырьевой бирже. Вот, это рынок. А теперь уже не рынок. Теперь все, прекратили поставку и, типа, не будем. И, конечно, независимым АЗС теперь негде покупать. И целый огромный бизнес сегодня, по сути, закончился. Независимый АЗС, их бизнес, по сути, закончился. Вот так, друзья, падает еще одно направление рыночной торговли у нас в России. Ну, а Роснефть объяснила просто. Мы на бирже не женились и не клялись. Ну, понятно, восстанавливается система государственных поставок. Вот, понятно, что не сегодня, а завтра появится дефицит, потому что государство неэффективный собственник. И, понятно, что мы возвращаемся к 80, из 2018, возвращаемся к 88 году позднего СССР с его типичным бардаком и непоняткой, то ли рынок, то ли не рынок. Далее, друзья, финансовая корпорация «Открытие» передала в банк «Открытие» «Плохих долгов» активы почти на 400, в банк «Плохих долгов», сори, активы почти на 440 миллиардов рублей. Вот так вот, вот так вот накредитовали финансовые корпорации «Открытие». Более неудачного примера, конечно, деятельности на финансовых рынках трудно привести. А такие же ходили короли-суперзвезды. Да и сейчас пытаются что-то там, как бы утверждать бывшие владельцы, что мы крутые, но без комментариев, друзья. Вот такой бизнес «Открытие» был. Пятница «Макроэкономика». Да, давайте начнем с монеты. Что думает монета на сегодня? У нее две стороны «Бай» и «Селл». Вчера, кстати, опа, сори. Вчера монета показала «Селл». А был-то рост. О, монета, как вообще на этой недельке. Слабенько совсем. Вообще слабенько. Давайте сегодня посмотрим, сможет ли она реабилитироваться. У нее были резкие росты в этом году, резкие падения. «Бай», монета ведет себя, как истинный трейдер. Крутой рост, к сожалению, иногда сопровождается периодом спада. «Бай», да, написали? Ну, давайте смотреть. Без этого никак, друзья. Вверх-вниз, как в жизни, так и в доходности, так и в курсе валют. Пятница, 16 ноября. Новостей, праздников нет. Спикеров крутых не вижу. Сейчас 16.30 основные новости. Тоже 16.30 ничего не вижу. Сегодня ничего нет, поэтому можно спокойно торговать, не обращая на новости. Потому что, ну, главная вчерашняя новость, вы знаете, она вышла в 19.00. Запасы сырой нефти 10 миллионов баррелей. И то, что все равно закрылись в плюсе на такой сумме, высокой. Ну, говорит о том, что, ну, смотри, было некоторое снижение? Да нет, в общем-то. Ничего особого на этом оглашении этого цифры не случилось. Вот, вчера. Поэтому, если даже на этой, на таких больших запасах 10 миллионов баррелей не смогли нефтюшку. Еще раз проверю. Запасы сырой нефти, да, 10 миллионов баррелей. Даже на такой крутой цифре не смогли нефтюшку вниз затолкать, то есть шанс, что она может, может вполне себе подрасти. Ну, кстати говоря, по нефти. Давайте покажу все-таки. Еще один момент. Кстати, уже начинаем подводить итоги. Часовой график, посмотрите. Пробой вверх, вверх. И постоянно обновляем хаи. Лаи, сори. Не обновляем лаи. А здесь уперлись в сильную поддержку, в сильную зону сопротивления 57-28. Типичное поджатие. Мне кажется, пробой может состояться вполне себе. Европа придет через 17 минут. Вполне может это организовать. Таким образом, друзья, сегодня у нас индекс доллара смотрит вниз. То есть нефть и остальные инструменты смотрят наверх. Такое впечатление, что они хотят сегодня прям прорваться против доллара и хорошо-хорошо накормить тех, кто в них поверит. Вот такая торговая идея дня, друзья. Всем удачи, хорошего настроения. Всем удачи, хорошего настроения.